Музыка Она всю жизнь занималась личностями. И в итоге она сама стала личностью. И почему я к ней так отношусь? Очень бережно и с большим уважением. С ней всегда хорошо. Такие люди вообще по жизни на вес золота. И когда работаешь с таким человеком, чувствуешь определенное спокойствие и уверенность. Она всегда всех защищала. Всегда не терпела несправедливости. И вот, наверное, она была генератор тех идей, мыслей и дружбы в нашей редакции. Талантливый, разносторонний человек и очень-очень творческий. Мне всегда как-то импонируют ее такие горящие молодые глаза, в которых светится такой неподдельный интерес. Здравствуйте! С вами снова я, Камбат Хангельзина. И в нашей телевизионной гостиной программа «История в кадрах». Сегодня моя гостья – это человек, которого зрители, я думаю, очень хорошо помнят по программе «Личность». Она долгое время была главным редактором «31-го канала», потом главным же редактором телерадиокомплекса «Президента» и, опять же, главным редактором «Каспионет» «Казах ТВ». Но всегда неизменно называла себя просто журналистом. Итак, я представляю журналиста Жанну Ахметову, моего друга и коллегу. Есть сложившаяся уже традиция в нашей программе. Это вопрос о реликвии. Наверняка она у вас есть. Что это такое? Что напоминает вам о самых приятных и, наверное, светлых днях работы на телевидении? Ну, конечно, можно было бы сказать, что реликвия – это награды или фотографии, которые памятны, и многое что другое. Но для меня реликвия – это, скорее всего, благодарность, которая живет вот здесь, в моем сердце. Благодарность к тем людям, к своей профессии, к телевидению. Вот поэтому, если говорить о реликвии, то это вот благодарность. Жанна, ну, начнем тогда с самого начала. Первая программа, как это все было, какие люди вас окружали, и, может быть, кого-то можно назвать учителем, наставником. Ну, вот первому человеку, которому я не просто должна сказать спасибо, а, наверное, даже поклониться, это Ильяс Умарович Умаров. Да, это министр культуры, очень большой друг моего отца, и шестого класса, и даже раньше я читала ему стихи, и какие-то там опусы, которые там пописывала. И уже шестого класса я мечтала именно пойти в журналистику. И когда наступила такая пора выбора, то я хотела именно на телевидение, и именно в молодежную редакцию. То есть я пришла на телевидение благодаря Ильясу Марчу Марову и Поблату. И вот я прихожу в молодежку. Молодежная редакция, вот у меня здесь есть фотография, я могу ее показать. Вот, и это была очень мощная, сильная редакция, в которой, значит, ну, как бы правило бал Надя Белканова. Жанна начинала свою работу в молодежной редакции «Ровесники». По тем временам эта редакция была авангардом телевизионных новшеств. Это была революционная и такая энергичная, неуемная редакция. Там создавались лучшие проекты, лучшие передачи, там внедрялись лучшие телевизионные формы. Что такое Надя Белканова? Это, во-первых, журналист с огромнейшим опытом. Был Юра Девяткин. Юра приехал из Питера, конечно же, со своим мироощущением, со своим отношением к жизни совсем иным. И Юра Девяткин, конечно, интеллектуал очень большой. Сережа Подгорбунский, ну, это был мой хороший друг, тоже приехал из Ленинграда. И Надя Белканова мне четко говорит, вообще-то у нас здесь мы принимаем сразу людей, которые что-то могут, которые что-то делают уже. И вот то, что ты пришла, это вот еще ни о чем не говорит, дорогая моя. Ну, даю тебе задание. Вот, напиши сценарий. И кидает меня на программу «5 на 10». Это мощная такая программа, сегодня бы сказали, что это ток-шоу. «5 на 10» и пиши, мол, сценарий. Я все-таки филолог, соответственно, у меня, значит, стиль такой филологический. Вот, и с цитатами, там, заунь какая-то. Правильно выписывать слова, фразы подбирать, да. И я приношу этот ей сценарий, она его читает и говорит, что это вообще такое. Это не телевизионный сценарий. Но мне до этого никто ничего не показал. Единственное, только сказала, левый ряд – это то, что мы видим в сценарии, а правый – это то, что мы слышим. И когда она прочитала, она, конечно, пришла в ужас и сказала, вот, это все не годится. И с таким упреком, и вообще, вот, какого рожна ты вообще тут оказалась, типа того. Ну, вот так вот было. Но это не потому, что она такая злая или какая-то. Просто такое требование было в молодежке. Потом она меня посадила в уголок и говорит, давай, перепиши. Перепиши, говорит, телевидение – это ты должна не так, как ты, как филолог пишешь, а ты должна писать так, как говоришь. И вот я села там в уголок и шепчу. Значит, здравствуйте. Что-то там написала, принесла. Ну, вроде бы прошло. Почему пять на десять? Пять районов, десять заданий. Вот в течение полутора часов в живом эфире они должны все это сделать. Даже было такое задание, что надо за полтора часа выйти в город и из своего района привезти очень интересного человека. И это тоже делали. Потом была программа «Алло Алма-Ата». Вели мы ее с Аликом Ищановым. Это такая была, ну, знаете, что такое Алло Алма-Ата, это как Алло, мы ищем таланты. И вот, к примеру, Барри Арибасов со своей группой. И я представляю, значит, группа, интеграл руководителей Барри Арибасов. Они выходят. Вот это вот пока они выставят все на сцене, вот этот весь свой, ну, там, инструменты и прочее. Нужно было что-то делать, потому что это был прямой эфир. И мы с Аликом приглашали своих родственников, знакомых, друзей, сажали куда-то там на передние ряды и брали у них интервью, чтобы вот эту паузу как-то чем-то закрыть. Да. Удивительно, удивительно. То есть, если бы не та атмосфера, которая царила бы в тот момент в молодежной редакции, может быть, вы и телевидение стали бы воспринимать по-другому? Можно так сказать? Ну, дело в том, что Надя часто любила повторять. Если ты приходишь, допустим, куда-то к сильным, ну, вот ты пришла к сильным, и ты станешь сильным журналистом. Но мы с Сережей Подгорбунским это нисколько не чувствовали. Наступил такой момент, когда мы настолько чувствовали себя не то, что неуверенными, а правильно ли мы выбрали вообще вот эту стезю журналисти. А, то есть вот этой вот уверенности, что я сделала правильный выбор профессии и уже стала настоящим журналистом, ее в этот момент не было? То есть вообще мы провели уже несколько программ, мы сделали что-то такое даже особенное, как нам казалось, но, тем не менее, этой уверенности не было. И тогда мы решили уйти из телевидения. Да. Молодые совсем. Вот я вас понимаю. И два дружбана очень близких. И мы пошли, знаете, кому? К Марату Карибаевичу Марман-Колову. А что такое Марат Карибаевич? Это, во-первых, был советник, не просто молодежной редакции, это свой был человек, который преподаватель университета. По-моему, тогда уже был деканом. И он приходил, и по каждому вопросу, что касалось каких-то тем, каких-то интересных там, ну, поисков, чего-то еще, то Марат Карибаевич всегда был рядом, он всегда советовал. Он сказал мне такую фразу. Жанна, у вас есть удивительное качество, которое отличает вас от всех журналистов. Вы умеете слушать и умеете еще раскрывать человека. То есть так, как вы раскрываете, мало кто раскрывает в этом, сейчас, на данный момент, в данном пространстве. И сказал, что ничего подобного, даже и думать не думайте, идите и работайте. Но если хотите преподавать, я с радостью вам помогу. Потом с Маратом Карибаевичем мы, конечно же, стали друзьями. Ну, как друзьями? Ну, понятно. Профессиональными друзьями. Потом он открыл программу, это уже было в литературной редакции, это был целый труд исследовательский, литературный. И он очень успешно и интересно с этим справлялся. Потом я делала о нем программу лично, но это было позже. Это позже, да. И то случилось совершенно непредвиденное. То есть приезжает целая группа москвичей. Целая группа во главе с Толей Лысенко. Что такое Анатолий Лысенко потом? Это родитель взгляда, это главный редактор молодежной редакции, это создатель российского телевидения. Тогда он приезжает и выбирает меня для программы «Город мастеров». С Толей Лысенко я, значит, где-то там стою, хожу, вопросы эти заучиваю, заучиваю буквально. Ну, как же, московская группа. Конечно. И смотрю на Анатолию. А Толя выходит в эфир и так запросто, вообще не готовясь, задает вопросы. Я смотрю на него и думаю, а ведь так можно. Ведь ты тоже, в принципе, не дурочка. Да. Ты готовишься к этому, у тебя есть тема. Значит, ты должна просто подумать, как следует, какую тему ты хочешь поднять. И, соответственно, не надо учить вопросы, а только раскрывать эту тему. И когда я это поняла, мне стало настолько легко. И вот я благодарна Толе Лысенко. Очень благодарна. Потом мы с ним встречались в Москве. А потом они забрали меня в Кишинев. Мы вели из Кишинева программу. В Киргизию они меня забрали. И так получилось, что я еще проработала с Кирой Прошутинской на программе «А ну-ка, девушки». Да. «А ну-ка, девушки». Я впервые с ней познакомился, когда еще работал в Целинограде. Шел эфир центрального телевидения. И в это время в эфир была совместная передача молодежной редакции ЦТ и казахского телевидения. И из трех ведущих одна из них была Жанна Ахметова. Это была красивая молодая журналистка с современной прической, с модным таким цветным платьем. Я даже помню помаду на губах. Перламутровая помада. Хит того времени. И самое главное, у нее был прекрасный литературный язык. Вот такой Жанна мне запомнилась. И когда я с ней встречаюсь, я не вижу сегодняшнюю Жанну Ахметову. Я вижу ту молодую и красивую Жанну, в которую, как в профессионала, был влюблен. Жанна, я знаю, что долгое время работали в литературно-драматической редакции казахского телевидения. Это понятно, что была, наверное, территория такая очень креативных и очень образованных людей. Вот как пришло понимание, что нашлась таки вот моя тема? Теперь я уже на своем месте. И вот Марат Кребаевич тогда еще сказал, вот я забыла это, самое главное сказать. Он сказал, самое главное найти свою тему. Да, да. Свою тему. И вот я начала искать эту тему. И у меня вообще вот как-то все-таки вот тянуло к искусству, к литературе. И однажды я сделала программу о Макумике Самединове. Приходит Ольга Дмитриевна Сербенко, главный редактор молодежки. Приходит и говорит, боже мой, твою программу хвалил Синельников, Ля Владимирович. А кто такой Синельников? Это человек, ну, совершенно не похожий ни на кого. Безумно образованный, с богатым внутренним интеллектуальным миром. Человек, который, ну, был, знаете, вот, ну, как, ну, я так, эталоном, что ли, на которого можно было равняться. Илья Синельников, замечательный лирический поэт, прекрасный лингвист, вообще непревзойденный редактор. Он был редактором моей книги «Мамлюк». Он провел громаднейшую совершенно работу. Я ему очень благодарен за это. И вдруг он хвалит мою программу. И в какой-то момент приходит и говорит, а не хотите ли вы прийти к нам в редраму? У нас как раз есть место. А литературная редакция – это вообще было что-то неземное. Я говорю, я с испугу, потому что я его очень боялась. Вот этого, его вот этого духовного какого-то такого. Вот и вообще он был интересный внешне даже. И я его боялась, но так робко, да-да-да, конечно. На следующий день прихожу. Сидит Нускабаев, Жерл Касын. В этом кабинете я сидела, он был главным редактором казахского вещания «Курдостар». И прихожу, а стола моего нет. А где мой стол? А мне, говорит, пришел Синельников и унес твой стол, причем недовольно, на второй этаж в литературную редакцию. Теперь твое рабочее место там. Я прихожу туда, значит, мне дают задание писать программу, а габить ему с Репови. Это человек, который, ну, к себе мало кого допускает. А я пришла, молодая совсем, да. И более того, меня даже шпыняли за это, мне приходилось вот такие прически, начался делать, чтобы казаться взрослее. Да-да-да. И, значит, тоже пишите сценарий. Приношу сценарий опять. Синельников читает его, говорит, кто же так пишет? Я ему говорю, а как же? Что говорю, то и вот укладывается в рифму. А он мне говорит, нет. Я говорю, нужно просто писать. Он говорит, да, совершенно верно. Просто, но литературно. То есть это был вот такой урок. И я прихожу домой. У меня Эрика машинка красная. Я сижу, печатаю. Раз, приношу. Два, приношу. И все это ему не нравится. Я сижу и рыдаю буквально. Вот сижу и рыдаю. Я понимаю. А мама мне говорит, что это мама у меня преподавали русского языка и литературы. Она говорит, да что это там за этот синельников какой-то кровопийца. Я пойду, наверное, с ним поговорю. Я говорю, мама, умоляю, только не делай этого. Ну, каким-то образом все-таки что-то я там наваяла. И пошла к Мусрепову, к которому просто так не придешь. Я пришла с огромным букетом цветов. И вот за эти уроки я благодарна, конечно, Илья Владимировичу. Потому что потом он стал мне, ну, как бы помогать в том плане, что направления какие-то, все. И я вдруг почувствовала, что он не на ту территорию заходит. То есть у меня есть свой стиль, свое понимание вообще этой профессии и понимание вообще, как надо выражать свою мысль. А меня пытаются направить в свое русло. Я сказала, фигушки, не получится, этот номер не пройдет. И перестала показывать сценарии. Потому что я считаю, что в журналистике должна быть своя индивидуальность. И какой бы ни был учитель, каким бы ни был наставник, он все равно, журналисты, не должен направлять, вернее, превращать в самого себя. Конечно. Потому что журналисты – это не альтер-эго, не второе, а это индивидуально. Это человек, у которого свой мир и свое восприятие того, о чем он пишет, о чем он говорит, о чем он думает. Вот так. Камал Сержанович, которого я безумно люблю, уважаю и помню всегда. Вот тоже ему огромное спасибо, потому что это целый пласт культуры на казахском телевидении. И вот мы приходили на Летучку, он нас сильно выделял. Вот выделял Подмарева и Рогалиева, выделял Ледраму, выделял Галю Кузимбаеву и, может быть, еще кого-то не помню. Как это происходило? Вот Летучка. Вот идет Летучка. Он говорит, Жанна, вот так обращайся ко мне. Да, да, да. Ульяна. Вот я не могу понять, что вообще ты сидишь в то время, как нужно поехать в Москву, в Ленинград, записать тех людей, которые имели отношение к Казахстану. Почему ты еще здесь, да? Почему ты вообще вот об этом не думаешь? Почему ты об этом не думаешь? И мы поехали. Записывали Рождественского, записывали Евгения Александровича Евтушенко, Андрея Андреевича Вознесенского. Мы записывали Марка Донского, мы записывали этого Зельдина. Действительно был рассказ о Казахстане, устами тех людей, для которых Казахстан стал тоже в какой-то степени, в какой-то момент, в какое-то время домом. И эти, конечно, вот эти вот моменты, они незабываемы. И потом, кроме всего прочего, литературная редакция давала нам задание делать программы о наших уже каких-то представителях культуры. И мы поехали с Сашей сдавать программу. И сидим, а Кузовников, главный редактор, или драмы, ну, по таким вот сведениям, что он небрачный сын Иосифа Сталина. И у него такая аура была, конечно, и мы его тоже страшно боялись, сидим, Саше сдаем. Я в Сашу вцепилась вот так, мертвой хваткой. Это была первая такая программа, очень серьезная. Это называлось «Счастье» Мухтара Амархановича Ауэзова. С участием Чингиза Айтматова, Латынина, известного журналиста Анинского, приняли программу. И потом мы постоянно делали на Москву. И тоже Камал Сержанович. То есть он нас все время не давал нам тоже вот расслабиться. Поэтому говорить о Камале Сержановиче можно бесконечно. Потому что это человек, которому, кроме благодарности, я лично ничего не испытываю. Естественно, в «Золотом фонде казахского телевидения» есть программы, реабилитирован посмертно и благословенные имена. Вот этот цикл, как он рождался, как пришла идея создавать подобного рода передачи? Только-только начали открывать вот эти вот белые страницы, которые были закрыты. У меня мой дедушка, Кулинов Салимхат, он был заместителем наркома по сельскому хозяйству. И мама мне рассказывала, мама была ребенком, она его безумно, отца своего любила, и рассказывала, как они жили, и каждую ночь ждали, как Бог раздастся вот эти шаги и придут арестовывать. И отец всегда сидел в кителе, одетый, готовый к тому, что его вот-вот должны арестовать. Естественно, это у меня с детства как бы вот постоянно. И когда открыли вот эти вот возможности раскрывать эту тему, то мы вместе с женами, которые еще остались, например, Тимирбека Жургенова с женой, потом Байтурсунова родственниками и журналистами, Копиша, там еще какие-то, поехали по местам, где возможно были эти захоронения. И мы вот даже пытались копать, вместе там все копали. Вот. И то есть эта тема, она прошла через мое сердце, она прошла через мои мысли, потому что я все время об этом думала. Что же, как этот дед, как эти люди, которых расстреляли. Так родился этот цикл вместе с Наташей Девяткиной. Мы очень много работали, так же, как с ней очень много работали над этим циклом. Это были Ахмед Байтурсонов, Макжан Жумабаев, это был Аймаутов, это был Асфиндияров, это был Миржакибдулатов. То есть это целая серия программ была о людях необыкновенных, о людях, которые пали жертвой только во имя того, чтобы существовал Казахстан, существовала Родина, существовали мы с вами. То есть это люди, которым мы должны не просто преклоняться, а, наверное, помнить всегда и передавать эту память всем другим. Я очень хочу остановиться о Миржаке Педулатове. Погибал на Соловках, как многие люди, и о нем говорил Лихачев. Он всегда говорил, а я помню этого человека. Раньше же номера были, а он говорит, а я помню его. Он был в шапочке. Он такой был замечательный и все время шептал что-то про себя. И вот потом он заболел сильно. Очень много интересных было программ, передач, оригинальных. Во всем она участвовала. За ней все эти молодые журналисты ходили. Они приходили всей этой толпой ко мне на какие-то планерки, обсуждали. И Жанна, она очень пристрастный человек, вот что в ней есть. Если она кого-то полюбит, она прям тащит его. Мы спорили, мы ругались даже, да, мы ругались. И надо сказать, что если она очень многих притащила в журналистику, в телевизионную журналистику, очень многих. В это же время, если я не ошибаюсь, рождается программа «Личность». В программе «Личность» тоже очень много-много лет. Потому что действительно я вдруг обнаружила, что мне нравится любить людей. Мне нравится их раскрывать. Мне нравится с ними дружить. Мне просто нравится задавать им вопросы, те, которые у меня возникают по ходу нашего разговора. И поэтому, конечно же, возникла такая программа. Ну а как случилась вообще первая любовь и вторая? Ой, Жанночка, ты знаешь, я могу сейчас совершенно точно сказать, что ни первой любви, ни второй не было. А как у вас складываются взаимоотношения с Нурсултаном Абишевичем? Мы встречаемся, когда разговор у нас идет обычно по работе, опять-таки. Все равно хочешь, не хочешь, он возвращается, он болеет за дело. Если бы он не болел, он бы не сделал то, что сделал бы. Ну, в общем, это было достаточно давно. Мы с Жанной давно друг друга знаем. Наверное, правильно будет начать с истории рождения камераты, потому что знакомство с Жанной, оно как-то вот тесно с этим связано. Она, сама того не понимая, сыграла очень большую роль в становлении камераты, в развитии и вообще в рождении, я бы сказала. Мы с Жанной совместно сняли два фильма абсолютно, на мой взгляд, гениальных, потому что именно она снимала их. Ну, мне вот запомнилась, наверное, программа, ну, доктор Махатхир, премьер-министр Малайзии, да. Мне очень запомнилась программа Сулейманом Демирелем. Как вообще произошла у меня встреча с ним? Мы с Наташей Девяткиной решили, вот как знали, что он приедет, и нужно было записать поздравление с Новым Годом. И говорят, давай запишем. Спрятались в гостинице, спрятались там где-то, знали, по какому коридору он пройдет, спрятались и ждем. И вот идет Сулейман Демирелем со своей там командой. И я к нему. Вот траля-ля, там переводчик. Вы не могли бы вообще, вот мы хотели бы записать поздравление. Он говорит, да пожалуйста. И так радостно как-то, очень приветливо и открыто. И мы пришли к нему в его номер. И, значит, записали это поздравление с Новым Годом. Я говорю, а можно вообще с вами записать личность? Ну, я думала, он тут же мне где-то даст. А он говорит своему помощнику, запишите координаты этого журналиста. Конечно, говорит, я вас приглашаю в Турцию. И вот таким образом мы оказались в Турции. Но даже не это интересно, а интересно несколько другое. Вот эта книга, которая здесь, вот-вот. В какой-то момент, когда мы с ним разговариваем, он взял вот эту книгу, а эта книга его им написанная, открыл и говорит, вот сейчас я хочу вам лично прочесть стихи. И читает стихи. И, ну, это было так симпатично и неожиданно. Запомнилась Алтыная Салмуратовой, когда мы ездили в Питер. И впервые еще никто не записывал. Мы ее записали в Марининском театре. Мы уехали на съемку, можно сказать, сразу с трапа самолета. Нас уже ждала машина. И мы целый день с утра и до глубокой ночи провели с Алтыной. И вот я на ней первый раз проэкспериментировала, что мы ее показывали все время на крупниках практически. Средние, крупные и еще крупные. Жанна, давайте теперь поговорим о вашей работе на Хабаре. Вот сколько лет вы проработали на Каспионете, нынче это канал Казах ТВ. Что вам дала эта работа? Ну, во-первых, меня пригласила туда Айгуль Муратовна Жумабаева. Айгуль Муратовна, она создала такой достаточно серьезный, хотя молодой, но очень активный, очень позитивный канал и создала такую команду. Режиссер Дана Бакашева, вот это Люда Страковская, это Виталик Чернов, то есть это Дина Абдрахманова, безусловно, это Анжела Ибрагимова. И это были очень дружные ребята все, были очень дружные. И вначале эти были просто журналы, а потом уже дальше, вот родилась персона Грата с Камилой Камназаровой. Потом мы придумали серию документальных фильмов. Все время что-то старались внедрять на канале, какие-то интересные передачи, какие-то интересные подходы. С нами очень активно всегда работали наши режиссеры, которые выезжали же с нами на съемки. Мы объездили тоже и Казахстан весь, мы поездили по миру, потому что мы рассказывали. Также у нас одной из задач было не только знакомить зрителя, то есть не только знакомить зарубежную аудиторию с Казахстаном, но мы также делали программы для казахской диаспоры, которая проживает за рубежом. Она никогда не старалась занять лучшее место под солнцем. Всегда вела себя сдержанно, ровно с коллегами, никому, так сказать, в душу не лезла и к себе не подпускала. С такими людьми очень легко жить и работать. В 31-й канал они очень любили делать праздники для народа, для людей на площади, на выставке везде и всюду. И в том числе был Алтен Жудес. И писала я сценарии. Она ответила за, по-моему, все русское вещание. Ну, это позволяло, значит, весь ее опыт работы, она самая грамотная была. И какая-то текучка была, мы виделись каждый день, наверное. Была продюсером этого всего. Это мне приносило огромное удовольствие. И Алтен Жудес как раз это конкурс, который был придуман 31-м каналом. Конкурс, которым должны благодарны быть очень многие журналисты. Потому что этот Алтен Жудес, он оценивал работу. Я не знаю, сколько лет. Вот я просто помню, что Жанна всегда была где-то вот рядом. В общем, если мы и не видимся каждый день, ну, я знаю, что это человек из того круга, который как бы всегда присутствует в твоей жизни. Жанна, еще одна замечательная традиция есть в нашей программе. Это ваши пожелания молодым журналистам, своим коллегам, а может быть, телезрителям. Поэтому я очень прошу, чтобы вы написали эти слова. Ну, я бы, наверное, хотела пожелать то, что желаю всегда себе. Хорошо. Работать над собой, развивать свою душу. Спасибо огромное, Жанна. Замечательные слова на самом деле. Спасибо вам большое. Сегодня с нами была академик Академии журналистики, лауреат многих журналистских премий Жанна Ахметова. А я, Каббат Хангельдина, прощаюсь с вами. До следующих встреч в эфире. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова